МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы с Ланой не застали те времена, когда наши родители, собственно, занимались обменом жилья в том смысле, что, насколько я знаю, улучшение жилищных условий происходило таким образом, что просто предоставлялась своя квартира двухкомнатная и потом выдавалась, допустим, трехкомнатная. Так это правильно осуществлялось юридически? Ну, вы имеете в виду, вы очевидно говорите о том, что в советское время называлось обменом. Ну, если вы не застали лично, то наверняка видели в кино, да? Это находились какие-то квартиры, как людям удобно, и они договаривались между собой. Называлось это обменом, так как имущество гражданам на тот момент не принадлежало. Сегодня такого явления, как обмен, можно сказать, практически нет, но гражданское законодательство для того, чтобы стороны могли менять свое имущество, предусмотрело такую норму. Называется это договор Мены. Есть целая глава в гражданском кодексе, который регулирует эти взаимоотношения. По договору Мены каждая из сторон обязуется передать какое-либо имущество, товар, и принять, соответственно, встречное предоставление. Также гражданским законодательством регулируется, что каждая из сторон этого договора признается покупателем того имущества, которое принимает, и продавцом того, что передает. Я так понимаю, наша встреча должна быть посвящена больше недвижимости, потому что это наиболее актуальная тема. Но, тем не менее, мы должны понимать, что нет запрета поменять квартиру, положим, на автомобиль, поменять квартиру на земельный участок, либо на жилой дом. Все зависит от того, как хотят... Как договора на сделки. Какие вопросы ставит жизнь, как люди захотели, как они пожелали заключить эту сделку. А неужели не проще получается... Ну, например, я имею в виду... Допустим, мы касаемся жилья, опять же таки, забираем вопросы. Есть, например, Муанны, трехкомнатная квартира, у меня двухкомнатная. К примеру, я не знаю, ну, пускай по квадратам одинаково, но, тем не менее, у нее там, не знаю, улучшенная какая-то у меня похуже, может быть, дом постарее. Но, тем не менее, довольно сложно найти равнозначную, скажем так, квартиру. Чаще всего это, наверняка, какая-то доплата, может быть, она мне там еще плюс автомобиль свой даст, или я там, не знаю, ей велосипед отдам взамен для того, чтобы... Не проще ли, получается, продать, допустим, жилье и потом просто купить у человека? Ну, безусловно, деньги, так скажем, это что-то, что мы можем реализовать, всегда как, ну, то есть приобрести за них то, что нам необходимо. Но в том случае, если вы действительно не считаете необходимым получить деньги для того, чтобы, ну, как денежную массу, а ваша задача изменить свои жилищные условия, улучшить, либо, например, может быть, наоборот, квартира большая, там, проживает пожилой человек, она ему просто, может быть, не нужна, сложно содержать уже, да, квартплата высокая, почему не переехать в меньшую, либо там к детям ближе, да, в какой-то район иной и получить вот эту доплату. Всякие могут быть обстоятельства, как я сказала, тут главное волеизъявление сторон, что хотят люди. В этом случае, если объекты найдены, если, как вы говорите, действительно люди друг друга нашли и стороны пришли к соглашению, зачем делать две сделки, когда вы уже встретились, и вам можно заключить договор мены. Для вас есть специальная норма, предусмотренная законом, вы передаете свое имущество, если там речь идет о каких-то доплатах, либо еще что-то передается, то это ровно так же будет все указано в договоре, никаких препятствий для этого нет. А вот возникает у меня такой вопрос, например, у меня, допустим, я не знаю, как это маленькая квартира, где 18 квадратов, как называется? Коммунальная? Да, нет, гостинка, да. Гостинка, да. Допустим, продал ее за миллион двести, если не ошибаюсь, до двух миллионов есть у нас налоговый вычет. Можете ли подсказать, надеюсь, в этом вопросе? Человек, допустим, обменит, ну, скопил какую-то определенную сумму денег, купил за два с чем-то, продал свою гостинку, не продал, и этот человек в дальнейшем получить налоговый вычет с этой большей суммы? Да, конечно, конечно. Ты же так же с этой регуляцией? Как я сказала, что сторона договора Мены признается продавцом того имущества, которое она передает, и покупателем того, что она принимает. На договор Мены распространяются все правила о купле-продаже. Ну, надо тут оговориться немножко, так как я нотариус, все-таки я могу более подробно говорить о законодательных нормах, о правах в смысле приобретения, защиты граждан при заключении таких сделок. Все, что касаемо налогообложения, конечно, лучше уточнять по конкретной сделке, так как мы с вами только что обсудили, что это могут быть деньги, это может быть передан автомобиль, в зависимости от вида имущества, и налоговый вычет может быть разным, либо его вообще не будет. То есть, конечно, прежде чем заключить сделку, лучше, наверное, обратиться в налоговый орган и уточнить конкретно по вашей ситуации, если вы пришли к такому соглашению, получить консультацию. Это делается бесплатно, вы можете прийти туда, где вам удобно, в налоговый орган, и это все выяснить досконально, так скажем, когда уже будет понятно. Но по большому счету получается, что каждый раз этот договор, он же новый будет, но я имею в виду в плане, что для разных людей нет типового набора. То есть, как вы договорились, какие условия вы между собой заключили, они будут находиться в договоре. А есть, может быть, какие-то обязательные условия, которые абсолютно для всех должны быть соблюдены? Да, конечно. Для того, чтобы этот договор вообще был заключенным, существует такое понятие, как существенные условия. Если они не будут указаны, то договор, в принципе, не будет считаться законом, он не будет заключенным. Но первое, это должен быть четко описан предмет этой сделки. То есть, все-таки, что обменивается, меняется точнее, что является предметом. Если речь идет о жилых помещениях, то, соответственно, должны быть описаны эти жилые помещения для того, чтобы было четко и понятно, все-таки, что участвует в сделке. Помимо самих предметов, должна быть оговорена цена. Вот как раз, да, к слову о равноценности, либо неравноценности. У каждого из этих предметов в сделке будет своя цена. Вы это будете оговорить в договоре, это будет описано. Помимо вот этих моментов, обязательно также учитываются права третьих лиц. Именно должно быть указано, есть ли такие лица, которые сохраняют право проживания, либо право пользования этим жилым помещением в дальнейшем. То есть, это также является существенным условием. Мало того, на сделку может требоваться согласие каких-то третьих лиц. Например, госоргана, либо согласие супругов, да, так как если имуществом распоряжаются, которое принадлежит на праве совместной собственности. Ну, то есть, вот такие нюансы все, конечно, они должны быть учтены. Да. И все это должно быть указано в договоре. Ну, в общем, поговорили на все вопросы, но, тем не менее, конечно, все нюансы, они индивидуальны, но в целом, тем понятна стиля. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Напомню, нотариус Татьяна Бутина у нас в гостях была. Да. Спасибо.